Друзья, привет! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на Кухню Умелой Хозяйки. Готовим финский салат Рассали. Он одновременно похож на винегрет и на салат селёдка под шубой. Набор продуктов очень доступный. Готовится салат просто. Подавать его можно сразу же. Я его готовила впервые. Моей семье понравился. Хочу поделиться с вами. В описании под видео указано количество ингредиентов. Заранее я отварила картофель, морковь, свёклу, куриные яйца вкрутую. Почистила лук. Также очистила одну селёдку и нарезаю её небольшими кубиками. В оригинале я видела, что этот салат нарезается довольно крупно. Но чего-то мне показалось, что мельче будет как-то более вкусно. Поэтому тут уж регулируйте сами, какими кубиками нарезать. Перекладываю селёдку в салатник. Также мелкими кубиками нарезаю отваренный картофель. Мелко нарезаю морковь. Свёклу. Она должна быть обязательно вот такая тёмная, яркая, сочная и сладковатая. Тогда салат будет более пикантный. Мелко нарезаю отваренные яйца. Нарезаю один кислый огурец. Можно добавлять маринованный. Хочу сказать, что я добавила всего лишь один и мне показалось, что этого маловато. Советую добавлять пару огурчиков. И ещё обязательно с огурца нужно отжать максимально сок. И только потом выкладывать в салат, чтобы сам салат не потёк. Одно кисло-сладкое яблоко я очистила от семечек и тоже нарезаю мелко. Также мелко нарезаю лук. Добавляю соль, перец по вкусу. Заправляю салат майонезом. Ему не нужно давать настаиваться и пропитываться. Его можно сразу же подавать к столу. Это очень удобно. Можно овощи сварить заранее. А непосредственно уже перед подачей быстренько собрать салат, заправить и подать на праздничный стол. Друзья, надеюсь, что этот рецепт вам понравится, потому что мои домашние его оценили. Поэтому советую вам приготовить. Я подаю салат либо в большом салатнике, либо вот так вот порционно. И ещё для украшения использую пучок небольшой свежего зелёного лука, который нарезаю мелко. Пробуйте, друзья! Готовьте! Делитесь рецептами со своими друзьями. Буду вам очень благодарна! Если видео понравилось, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые вкусные рецепты. Поддержите меня лайком! Всем желаю мира и добра! Пока!